Привет, народ! Блуждая по просторам тематических форумов, я очень часто наблюдаю вопросы об увеличении скорости и производительности лэптопов. Ответами же в подавляющем большинстве являются предложения установки в устройство SSD-накопителя. Типа летать всё резко начнёт. Как интернет, так и игрушки. Ведь доступ к файлам станет просто реактивным. От себя добавлю лишь, что да, действительно станет. Только нетбук себе топовую видеокарту после установки SSD не отрастит. Тем не менее, в нашей постоянной рубрике ВКонтакте под названием «Засри личку Максу» этот вопрос также не раз поднимался. Давайте же попробуем выяснить, насколько сильно увеличится скорость и... ...производительность простенького лэптопа на Атоме после установки такового твердотельного накопителя. Ну, приступим. Скидываем старый замученный хард. И накидываем стильного серебристого красавца. К сожалению, только на 32 гигабайта, ну, что есть. Вообще, крайне удобным этот девайс становится. Ведь сам по себе крохотный, механики в себе почти иметь теперь не будет, так что с сотрясений при работе можно не бояться. Жаль, только ущербное железо имеет. Но так или иначе, бывший хард скинут, новенький прогрессивный поставлен. И теперь-то этот лэптоп точно вкачан по самый максимум. Процессор у него несъёмный, максимум азу в 2 гига DDR3 достигнут, и теперь твердотельный накопитель заюзан. Тут ключик винды стартера написан, кстати, кому надо забирайте. Ведь накатывать сюда я буду винду Ultimate, но всё же 32-битную. Ставилась с флешки она, кстати, просто реактивна. Прогресс скорости уже ощутим. Копирование файлов тоже не отставало, и поставил я сюда всё необходимое за пару минут. Сразу разделаемся с интернетом, дабы узреть повышенную скорость. При её наличии, разумеется. И, как ни странно, рядовые страницы частично избавились от подгрузок, а YouTube перестал лагать на 720p. Немного неожиданный эффект так-то. Ну, теперь-то хоть для полноценного инета этот комп подходит. А что там с Сан-Андреской, которая радовала нас 9 FPS при прошлом заходе? Ща проверим, отрастил ли себе Atom с помощью SSD видеокарту. Ааа, как понимаете, нет. Зато кадры ниже 12 при тех же игровых ситуациях падать перестали. Хрен знает что, конечно, но хоть какой-то эффект. Вернёмся и ко второму систем-шоку, падающему тут в определённые моменты до 15 кадров. Он при определённых обстоятельствах падать тут стал ещё ниже. Ну, какой-никакой всё-таки эффект. Со второй халвой даже рисковать не стал. Зато первая рядом лежала, вот и решил её прогнать. Она... Осталась верна традициям годичной давности. И продолжает лагать и фризить с поводами и без. Ну и на закуску, дабы окончательно разобраться с возможностями 256-миговой GMA 3150. Опробуем GTA Vice City. На минималках. Сомневаюсь, что результат вас удивляет. Иногда 30, но чаще 20 и 15 кадров. Походу GMA 950 всё же оказался круче. Там-то хоть просадок не было. А по сегодняшнему результату, надеюсь, для всех, кто был не в курсе, или просто интересующихся, вопрос об увеличении мощности ПК с помощью установки SSD-накопителя закрыт. Увеличится только скорость работы с данными. И то, если компьютер изначально к этому располагает. Ну а этот розовый лэптопчик по расходникам теперь самым прогрессивным из имеющихся у меня стал. Это тоже неплохо. Пожалуй, всё. Всем пока и до следующего раза.